Здравствуйте, уважаемые зрители! Я очень рада, что вы заглянули ко мне на канал Марии Гиз Арт. Сегодня мы рисуем абстракцию. Да, конечно, в прошлый раз выходила абстракция плюс разбор ошибок в технике зубная паста. Сегодня же мы нарисуем просто абстракцию, но, хотя, знаете ли, не совсем она уж и простая. Во-первых, это будет смешанная техника, во-вторых, это будет тест моего нового малярного скотча. Я еще данную фирму не пробовала, так что мне будет интересно попробовать ее на деле сразу. Также я вас научу одному интересному лайфхаку по поводу малярного скотча. Конечно же, смешанную технику попробуем. Ну, давайте не будем затягивать, сразу будем рисовать. Карандашная разметка нам не нужна для абстракции, для абстракции фотореференсов не нужна, так что карандаш можете не брать, пластик тоже и клячку оставьте в покое. Нам сейчас малярный скотч очень нужен. Находим у него край. И сейчас поделюсь интересным лайфхаком. В магазине, в котором я его покупала, тот же малярного скотча не было. Так как я рисую на формате А5, то такая вот толщина будет слишком... Там слишком много бумаги на нее уйдет, и для абстракции вообще ничего не останется. Так что, внимание, внимание, лайфхак. Отматывайте ленту саму скотч. И, внимание, сколько вам нужно, да, лепите на то, что вам надо. Если вы хотите зафиксировать лист, и чтобы у вас лист не двигался во время работы, можете приклеить оставшийся конец вот этот к столу. Я же не хочу. И потому заворачиваю этот край вот сюда, вниз. Мне кажется, конечно, может быть, кто-то из вас знал этот лайфхак, но я расскажу, что если вы рисуете в формате А5, то он вам очень пригодится. Если у вас, конечно, есть тонкий малярный скотч, но у меня он тоже есть. Сейчас покажу. Вот такой. Ну, он у меня, видите, голубого цвета. Я же хочу именно тест сделать вот этого. Так что, давайте уж будем пользоваться тем, что есть. Там были еще толще, но я взяла самый тонкий, который был. И вот так вот каждую сторону нашего листа обклеиваем. Конечно же, очень тяжело уследить, чтобы толщина, которую вы оставляете малярным скотчем, была везде одинаковой. Вот это вот от края малярного скотча, потому что это очень тяжело. Но если вы натренируетесь, то будет очень удобно. Я же таким вот широким скотчем пользуюсь первый раз. Раньше я пользовалась всегда тоненькими и просто к краям прилегала... Ну вот, могу сейчас приклеить и показать одну мою работу. Вот. Например, видите, здесь был тонкий малярный скотч. Я просто его вот приклеила. Кое-где, видите, немного не доклеила, и оно приклеилось просто здесь. Точнее, не приклеилось, а краска залезла. Но в целом мне работа нравится с этими вот. То, что по краю такая вот есть рамочка. Конечно же, есть художники, которым не нравится, когда у них работы в такой вот рамке. Чаще всего они ставят свои работы потом в настоящую рамку. Деревянную, либо какую-нибудь другую. Ну, чаще всего есть, которые и не ставят, но делают просто ванный край у своих работ, либо просто докрашивают до конца. Я ни к одному из этих видов не отношусь. Я стараюсь как можно больше своих работ малярным скотчем. Конечно же, когда вы работаете в альбоме, скетчбуке, либо скетчблоке, это очень неудобно. Потому, когда я работаю в скетчбуках, скетчблоках или альбомах, я не делаю так, не обклеиваю. Но как только я рисую на таком вот, на листе отдельно, который такой, так сказать, независимый такой листочек, то я делаю его, обязательно обклеиваю малярным скотчем. Ну вот, мне, в принципе, нравится. Еще посмотрим, как он поведет себя с акварелью. Ну и не только с акварелью. Вы тут у меня на столе пока можете порассматривать много других художественных материалов. Ну вот, я обклеила. Видите, он немного имеет желтоватый оттенок, но в целом его не видно, так что это очень даже хорошо. Можно сильно на нем не зацикливаться. Переходим к нашим материалам. Боюсь назвать акварелью, потому что это не только акварель. Ну и уже расскажу про свою смешанную технику. Вы видели здесь акварельные карандаши, обзор на них выходил на моем канале. Конечно, давненько, но я ссылку в описании обязательно оставлю. Пастельные карандаши я приобрела достаточно недавно. Недели две назад, наверное. И еще не успела выложить обзор. Ну, в принципе, не собираюсь, потому что пастельные карандаши. Я их прям протестирую здесь. Конечно, они будут на акварели лежать. Ну, здесь 12 цветов. Еще я докупаю сейчас, занимаюсь имя поштучно. Они, правда, детские, и потому у них не слишком твердые. Докупаю я. Вот видите, зиби, карандаши пастельные, я не очень рекомендую. А пастельные карандаши, сейчас покажу, Кахинор. Или, кто называет, Кахинур. Очень хорошие, просто замечательные. Вот, я уже два купила. Еще буду докупать недостающие оттенки. И помните, что в пастельных карандашах без белого просто совсем никуда. Пастельные карандаши я пока отложу сюда. Вы же можете просто акварелью рисовать данную абстракцию. Можете акварельными карандашами. Ну, просто я для разнообразия, чтобы не просто акварель, а вот такая акварель, с домишками, так сказать. Я также рисовала мороженое акварельными карандашами. Ну, вы можете посмотреть мой канал, зайти на него, на мой канал. И там все, найдете. Так, стоп, куда я делал малярный скотч? Я не все сделала, что я хотела. Еще я хочу, можно где-то здесь на листе что-то малярным скотчем вырисовать. С помощью малярного скотча можно вырезать из него какое-то сердечко, звездочку, квадратик, прямоугольник, треугольник, кружочки, снежинки в конце концов. Я просто сделаю такое вот, такую вот штуку. Раз. И здесь. Ну, здесь я уже использую в полный размер, что тут есть в моем малярном скотче. Такие, как будто бы, потресканные стекла. Ну, или вы можете сами дать название тому, что у меня получается. Ну, и то, что у вас получается тоже. Потому что здесь воля вашей фантазии. Здесь можно не... здесь не обязательно, совсем не обязательно делать именно как я. Делайте, как делаете вы, что хотите. То и делайте. Потому что абстракция это там, где художник рисует в свое удовольствие. Так что и вы наслаждаетесь и рисуете в свое удовольствие. Теперь точно все. Теперь точно можно переходить к акварели. Можно сделать техникой по-сырому, в которой я расскажу... Которую я расскажу через несколько видео. Возможно, в следующем. Возможно, еще в каком-нибудь. Но я сделаю в другом. В другой технике. Берем любые цвета. Если у вас даже 12 цветов, 6 цветов, так в конце концов 4-3 цвета. Акварели можно рисовать четырьмя цветами. Любая голубая, любая розовая, либо красная. И любая желтая. Желательно лимонная, либо желтая средняя. И любая охра. Желательно охра, просто охра. То есть не желтая, не красная. Любая. Извините. Возьму, например, вот оранжевую. Вы тоже можете брать свои. Вот если у вас огромный набор акварели. У меня просто нет. У меня обычный набор на 24 цвета. Ну, бывают поменьше, бывают побольше наборы. Это такой, можно сказать, медиум наборов. Среди наборов. Потому что вообще наборов очень много. Вариантов много. Насколько цветов может быть набор. Вот видите, я захожу на малярный скотч. И ничего не происходит. Вот это мне и надо. Конечно же, скотч впитывает в себя все это. И, надеюсь, не дает просечиться под бумагу. Но это мы посмотрим, когда снимем малярный скотч. Пока же я его не снимаю. Видите, я использую разные цвета. Захожу ими. И на малярный скотч. И на все. Здесь, то есть, я же говорю, можно волю побушевать. С красками, с оттенками. Нарисуйте то, что вы хотите. То, что у вас сейчас в голове. Что вы желаете. Какие-то краски. Если у вас плохое настроение, тоже есть такой интересный лайфхак. Не знаю, не всем он по душе. Но мне нравится. Если вы, если у вас плохое настроение, сядьте и нарисуйте какую-нибудь абстракцию. Это некоторых успокаивает. Некоторых еще больше раздражает. Но можете попробовать. То есть, я не знаю, кого там, какой характер из моих зрителей. Но на меня действует. А на кого не действует. То есть, просто я с вами поделилась таким фактом. На некоторых людей, конечно же, действует. То есть, можете нарисовать в холодных тонах. Либо в теплых тонах. Либо всех тонов понемножку. Можно так называть еще. Ну, вот я, видите, много, конечно, теплыми... Ну, да, такими теплыми. Оранжевый, розовый. Фиолетовый такой, конечно, прохладный цвет. Но у меня он такой тепленький. Теплым желтым закрашиваю. И можно, конечно, смешать зеленый с голубым. И получить такой изумрудный. И у меня он есть в наборе. А если у вас его нет, смешайте обычную зеленую, любую. Можно даже теплую. Можно холодную. С голубым. Чтобы получился такой холодный цвет. Чем больше зеленый, тем он теплее. Чем больше голубой, тем холоднее. Имеете в виду такой вот. Ну, если вы... Если у вас в наборе тоже есть такой цвет, он не обязательно должен быть точь-в-точь похож на тот, который у меня. Видите, можно где-то делать цвет совсем-совсем прозрачным. Где-то потемнее, прям таким ярким, насыщенным. Здесь можно прям красный такой сделать. Мне очень нравится рисовать абстракции. Особенно, я же говорю, когда... Если вы вообще... Тоже такой лайфхак. Действует, кстати, на всех. Если вы хотите... Вот прям у вас есть и время, и настрой, и настроение, и краски. Ну, либо любые арт-материалы. И бумага. Либо холл с тобой. И на чём вы рисуете. Всё есть. А нет фотореференса. Конечно же, есть много платформ. Например, Pinterest. Можно также сделать фотореференс в домашних условиях. Но... Если вам, можно сказать, лень залазить на какую-то платформу, либо вы устали и не хотите слишком сильно себя мучить, возьмите такой лайфхак. Абстракция. На абстракцию не надо фотореференсов. Не надо так же много усилий. Если вы хотите порисовать, но вы устали, но всё равно хотите, то абстракция не требует много времени. Можно просто закрыть одним цветом, а потом вторым каким-нибудь контрастным, по нему же пройтись. Будет абстракция. Любое ваше... То есть, если вы либо рассердитесь, у вас какой-нибудь рисунок не получается, тоже можно рисовать абстракцию. Тогда и настроение поднимется. Можно там тоже побезобразничать немного на абстракции. Ну, с цветами я имею в виду. Чтобы цвета были такие буйные, бушующие. Так же, чтобы абстракция была как будто бы объёмнее, казалось, и лучше читался в ней цвет, читались в ней цвета, можно в каждый цвет, например, вот видите, светло-розовый, я его просто сильно развела водой. Потом берёте розовый, либо другой, просто понасыщеннее, либо этот же, но просто меньше разводите водой, и получаются и в середину. Там, где у вас этот розовый, добавляете. Переходы можно сглаживать, можно не сглаживать. То есть, если есть у вас достаточно много времени, можно сгладить. В принципе, абстракцию можно рисовать с 10 минут. 5 минут приготовить все арт-материалы. 5 минут их убрать, и где-то минут 10-15 нарисовать. И там, ну, или ещё, или 20. В общем, всего у вас может уйти максимум полчаса. Это достаточно быстро, потому что обычно картины рисуются намного медленнее. Извините. Пока малярный скотч мы не убираем, а берём акварельные карандашики. Берите такие оттенки, которых не было на нашей абстракции. Например, тёмно-зелёный. Вот такого не было на нашей абстракции. И можно в зелёное натушевать. Можно не в зелёное, а в какой-нибудь другой цвет. Например, в оранжевый, чтобы увести его в серость. В фиолетовый можно чуть-чуть натушевать, сделать холоднее. Обязательно можете залазить на малярный скотч. Вот. Можно ещё какой-то взять такой вот болотный оттенок. Я его таким называю. Но когда его размыть, он больше какой-то такой неболотный становится. Вообще, акварель плюс акварельные карандаши это всегда замечательная парочка. Потому что они всегда ведут себя вместе очень хорошо, просто великолепно. Ведут себя вместе. Если они вместе, то они замечательные картины вместе напишут. Можно добавить голубого. Я, кстати, про него забыла в акварели. Добавлять уже в акварели не буду. Добавлю тёмно-синий акварельный карандаш. Видите, такое буйство красок у нас получается с вами. По крайней мере, у меня. А у вас, не знаю, как там. Надеюсь, тоже такое буйство красок. Либо наоборот, вы такими пастельными тонами рисуете. Если у вас такое задумчивое, загадочное настроение, то вы рисуете такими пастельными тонами. Это тоже очень замечательно. Да, вы рисуете такими вот пастельными цветами. На розовый можно натушевать кое-где, не везде, но где можно натушевать розовый акварельный карандаш. Ну, что ещё? Не знаю. Фиолетовый. Фиолетовый я и так много добавила. Больше добавлять не буду, не хочу. И можно опять размыть. Не всю абстракцию, только там, где вы добавили акварельные карандаши. По всей абстракции их добавлять не надо. Пусть абстракция себе существует и в акварельном виде, и акварель пусть в ней тоже проглядывает сквозь акварельные карандаши. Вот, видите, так сразу настроение поднимается. Если у вас мало времени на рисование, на абстракцию, можете очень быстро размывать. Это тоже очень хорошо. Очень приятно для души. Если тоже вот так вот медленно, красиво смотреть, как оно расползается, тоже очень приятно. Ну, мне как-то удобнее быстро всё размыть. Всё. Вообще многие скетчеры, которые рисуют скетчи и акварелью, акварельными карандашами, часто используют их вместе. Акварель, акварельные карандаши. Это очень даёт хороший эффект. Также акварель плюс цветные карандаши. Очень хорошо тоже. Дружелюбная парочка дружит очень хорошо. Просто замечательно дружит. Ну, вот такое вот буйство красок мы размыли. Теперь надо подождать, пока она просохнет. Пока ждём, снимаем малярный скотч. Помните, в каком порядке мы его наносили. То, что попало под низ, конечно же, первым не снимайте. Не снимется. Оп. А вот и нехороший этот скотч получился, конечно же. Если честно, я от него такого не ожидала. Вроде как нормальный был. Почему-то начинает рвать бумагу. Странно. Ну, ладно. То есть, если что, я тут ни при чём, я не знала. Пам-пам-пам. Эх. Ладно. Как-нибудь водой можно загладить. Эти стыки водяные. Точнее, бумажные. И водой загладить, чтобы оно как-то прилипло. Теперь надо снимать его максимально аккуратно. И я так поняла, слишком сильно прижимать его к поверхности не стоит. Так, здесь начинаю отрывать. Поэтому я бумагу по краям придерживаю, чтобы её не порвало. Да, тот, которым я пользовалась раньше, меня так не разочаровывал, конечно. Но абстракция есть абстракция. Тут можно всё. И мне это всё очень нравится. Главное, слишком сильно не торопитесь снимать. Нам надо, чтобы она... Ой. Просохла. Да. Сначала снимайте задний слой, можно сказать. То, что у нас сзади. Затем то, что у нас на лицевой стороне картинки нашей. Опять немножко с бумагой скотч не подружился. Опять сейчас водой заглажу. Слушайте, я думала, что этот скотч, в принципе, говорили в магазине мне, что нормальный. Я его на обычной бумаге. Это акварельная бумага. А с обычной бумагой он вёл себя гораздо лучше. Кусочек приклеила. Хорошенько так придавила. Странно, конечно. Ну, ладно. Потом в дальнейших картинах, где буду использовать, буду поаккуратнее. То есть, если вы замечаете за своим малярным скотчем то же самое, сразу же даю советы. Итак, первое. Не наклеивать скотч слишком, слишком давить, давить, давить на него. Нет, мне нельзя. Ни в коем случае. Второе. Вообще, его надо откреплять очень осторожно, медленно. Не то, что потянули за край, сразу всю картину снесли. На холстах я почти не рисую. И малярный скотч на них не приклеиваю, тем более. Потому я не знаю, как ведёт себя скотч с холстом. Потому советов тут дать никаких не могу. Ну вот, остался последний, последняя лента бумажного скотча. И затем всё будет, абстракция почти готова. Мы рисуем сравнительно недолго. Если не считать, ещё где-то минут 5-10 порисуем. И будет готово. Что ж такое? Пятер ввёт бумагу. Конечно, да. А хотите, стоп, наоборот. Я вот так, ну, в принципе, можно, как хотите. Так, так. По-любому. Сейчас я водичкой, кисточкой пройдусь немного по тем зонам, так сказать, которые пострадали от скотча. Они действительно пострадали. Порвалась бумага. Хорошо, что хотя бы не до дыр. Но будем мы с вами впредь научены, как вести себя с таким вот коварным малярным скотчем. Ну, а также, если делаете тест-драйв, то есть сразу на работе, в работе тестируете, будьте с малярным скотчем очень осторожны, если вы эту фирму никогда не пробовали. Я, честно говоря, и красок, и ничего. Но это я покупала в строительном магазине, потому в художественных, сколько я облазила, такого нет. Теперь у нас более-менее подсох слой акварельный. И давайте перейдем к пастельным карандашам. Пастельных карандашей у меня не слишком. Здесь много в наборе, всего 12 цветов. Потом можно использовать все. Ой, какие же они твердые. Я думала, что они поведут себя лучше. А от них вон чего можно ожидать. Твердющие такие вообще. Еще сейчас придется попробовать Кахинор. Или многие его называют. Ну, кто-то называет, а кто-то нет. Кахинор. Ну, мне Кахинор не очень нравится. Мне нравится Кахинор больше. Оттенки, конечно, очень красивые, да. С этим не поспорим. Но то, что они такие твердющие, что вообще акварели не показываются. Ну, давайте не будем продолжать с этим экспериментировать. Давайте на рамку добавим. Можно выбрать любой цвет, похожего на который не было в абстракции. Давайте, например, вот этот фиолетовый. По краю добавить. И вот здесь. Аккуратно, осторожно. Стараемся не залазить на акварельный слой. Можно просто тоже порисовать, побушевать на этом белом пространстве. Ну, конечно же, существует отдельная бумага для пастели. Ну, я решила пробовать смешанную технику. И видите, пастель на такой вот акварельной бумаге тоже очень хорошо рисует. Если у вас нет бумаги для пастели, в принципе, можно, наверное, и альбомную использовать. Я никогда еще пастель не рисовала. Но, думаю, можно, потому что... Хотя, я еще, говорю, это первая моя встреча с пастельными карандашами. Ну, можно еще что-нибудь тут попробовать на рамке или какими-нибудь цветами. И я сейчас, как закончу с этим фиолетовым, обязательно попробую. Готово. Можно взять кохинор. И по акварельному слою видите, как они сразу высветляют. Они сразу высветляются этот белый, просто великолепие. Вот эти кохинор мне очень нравятся. И клячки, и... все. Очень нравится. Это такой беленький слой. Конечно, чем мягче пастельный карандаш, тем быстрее он заканчивается. Но зато он рисует очень хорошо. Лучше, чем твердые. Твердыми особо не порисуете. Видите, как он высветляет голубой и желтый. сразу все становится бледным, красивым, пастельным. Красный можно внести. Тоже, видите, очень ярко. Яркий такой вот красный. Я его стараюсь слишком сильно, чтобы он не бросался в глаза. Можно пальцем взять его немножко подтереть, чтобы слишком сильно в глаза не бросался. Но, видите, немного все-таки вот это зерно проскакивает. акварельные бумаги на голубом немножко фиолетовый его превратим. Ну, в целом мне нравится. Можно каким-нибудь тоже светлым, таким телесным кое-где пройтись. можно взять протемнение, чтобы его хоть видно было немного. Ну, хотя вот этот пастельный светлый тон мне тоже очень нравится. На этом я с вами прощаюсь. До встречи в следующем видео. Если вам понравился данный ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на меня, Мария Гессард, там вы найдете много всяких классных видео. Обязательно посмотрите обзор акварельных карандашей и как я рисовала им мороженое, было весело и интересно. Всем пока-пока, желаю удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok